Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Это конкретные инвестиционные идеи с техническим анализом и фундаментальные посты, которые позволяют оценить возможные изменения стоимости активов на более долгой дистанции. В общем, точно найдете то, что вам интересно. Опять же, если есть какие-то предложения, конструктивные замечания с вашей стороны, обязательно оставляйте фидбэк. Это можно делать через непосредственно комментарии в самих постах, либо через ваших персональных менеджеров. Ну что, сегодня у нас, поскольку понедельник состоится в 16.00 по московскому времени. Традиционный вебинар, правильный понедельник и голосовой стрим в телеграмм канале. Еще один повод подписаться. Если нет возможности наблюдать непосредственно и присутствовать в прямом эфире через площадку на YouTube, то голосовой стрим может стать очень хорошей альтернативой. Тему выберете вы, друзья. Сегодня предложим вам несколько вариантов на выбор по разным сегментам финансовых активов. Соответственно, та тема, которая будет наиболее востребована с вашей стороны, станет центральной, основной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, пока что по экономическому календарю. Сегодня у нас в понедельник отчетов традиционно немного. В 11.00 по московскому времени выйдет индекс IFO. Это бизнес-оптимизм Германии. Для того, чтобы еще раз объективно оценить общую ситуацию и положение дела в европейской экономике, этот отчет будет не лишним. Но, разумеется, раз уж мы очень много ранее говорили о слабости производственного сектора, о сфере услуга из-за зашкаливающей, просто беспрецедентной инфляции, которая бьет по потребительской активности, раз уж мы говорили очень много о замедлении темпов ВВП, о стокфляции, рецессии, в принципе, одно и то же, то, конечно же, сегодня от бизнеса оптимизма вряд ли стоит ожидать хороших цифр. Это будет даже парадокс. Плюс ко всему, более объективная оценка ZY, тоже оценивающая бизнес-оптимизм, ранее, две недели назад показала, что обстоят дела с рыночными настроениями уже просто некуда. Но я думаю, что хуже все-таки может быть и в последующие месяцы мы увидим, что индекс продолжит снижаться. Влияет ли IFO сильно на динамику евро? Нет, конечно же. Сейчас европейская валюта больше восприимчива к тем движениям, которые происходят с американской валютой. Но не забывайте, друзья. Мы очень часто исходим из того, что пытаемся оценить долгосрочные перспективы финансовых активов, потому что в каткосроке понять, что может произойти с активом тем или иным, практически невозможно. Если кто-то вам скажет, что точно знает, что произойдет с курсом той же самой европейской валюты к концу дня, поверьте, он вас, скорее всего, обманывает, потому что знать такие вещи невозможно. А вот долгосрочные ориентиры, их более-менее можно адекватно представить с учетом фундаментального фонда. И вот в отношении евро, конечно же, раз уж столько много говорится о стокфляции, о рецессии, о том, что потенциальный эмбарго на поставки российских углеводородов приведет к еще более высокой инфляции, скорее всего, галлопирующей, то есть двузначным значением. Я, конечно же, сторонник того, что европейская валюта останется под давлением и в конечном счете либо в третьем квартале, либо под конец этого года, но, может быть, друзья, доберется до паритетного значения. Хотя у нас первая остановка 1.03.20, 1.03.50 – это вот уровень, блок поддержки, который должен быть протестирован в куда более короткой, короткосрочной перспективе. По другим финансовым новостям и, в принципе, статистическим релизом очень много будет статистики по штатам, заказы на товар длительного пользования, ВВП, личные доходы, личные расходы, мячиканский индекс. Вот это, конечно же, та статистика, которая должна все-таки оказать поддержку доллару. Причем мы следим за индексом американской валюты, но здесь коррекция продолжается, 102.70. Я допускаю, что вот где-то в диапазоне 102-105 пунктов индекс доллара может консолидироваться, скажем так, вплоть до заседания американского регулятора, который состоится в июне. Но опять же, если вы долгосрочно ориентированные трейдеры, вам текущий шум краткосрочной коррекции и волатильности, он ничего не значит. Вы знаете, что правильно делаете, покупая этот актив с целью увидеть более высокие значения. Для тех из вас, друзья, кто все-таки больше ориентируется на краткосрочные или среднесрочные перспективы, может быть, новых сделок вам сейчас в моменте лучше не открывать, а дождаться непосредственно уже июнь, в начале вместе со мной июня. Еще раз оценить макроэкономические новости, фундаментальные фоны, там уже принимать решение, покупать индекс доллара или нет. Но для тех, кто давно следит за моим аналитическим контентом, вы знаете, что мы затарились американской валютой по более низким ценовым значениям. И сейчас, конечно же, хотим увидеть индекс доллара гораздо выше 105 пунктов. Если еще и учесть, что американский регулятор активно продолжает наращивать процентную ставку. Благодаря Павлу и его выступлению на мероприятии, организованном в Wall Street Journal на прошлой неделе, мы четко знаем, что ФРС повысит процентную ставку на 50 пунктов на июньском и июньском заседании. И спасибо Павлу отдельно за комментарий о том, что эти решения могут быть приняты даже несмотря на то, что впоследствии не могут привести к росту уровня безработицы. То есть ФРС реально заряжена на то, чтобы решить сейчас проблему высокой инфляции. И решить ее возможно только через решительные, простите за тавтологию, действия в виде ужесточения монетарной политики. Поэтому я никак не могу позволить себе ни с того ни сего отказаться от фундаментального роста доллара, несмотря на эту коррекцию, и имея такой хороший, мощный, сильный бэкграунд в виде новостного фона. Джордж Буллард, Мейстер, представители американского регулятора, большая часть из них голосующих членов ФРС. Их мы имели возможность выслушать через их пресс-конференции неделю назад. И благодаря собственной их реторике также еще раз убедились в том, что ФРС не свернет, друзья, с пути последовательного повышения процентной ставки. Как далеко зайдет американский регулятор с разгоном процентных ставок, я не знаю. Но думаю, что 3,5% мы реально можем увидеть уже к середине следующего года. Поэтому настраиваемся на еще более активный цикл повышения ставок, начало и запуск программы количественного ужесточения и, соответственно, на дальнейший рост курса американского доллара. Рынок нефти 110.70 в соответствии с нашими ожиданиями. Черное золото восстанавливается в цене, растет причин много. Смягчение ковидных ограничений в Китае, ожидание восстановления экономической активности, соответственно, более высокий спрос на углеводороды. Запасы нефти, которые и нефтепродукты в США снижаются. Это новый тренд, потому что на этой неделе стартует сезон активных автомобильных поездок. И запасы будут урезаться еще значительнее, даже несмотря на продажу параллельно идущих стратегических резервов. Саммит ЕС, который состоится в конце этого месяца, где потенциально могут принять решение о новом пакете финансо-экономических санкций, которые распространятся, конечно же, на аналитический сектор России. И хочу обратить ваше внимание, друзья, что если это решение будет принято и мировой рынок останется без поставок нефти из России, то общий дефицит может превысить уже 3 миллиона баррелей в сутки. Глобальный дефицит нефти на мировом рынке. Мухаммед Баркинда, который является генеральным секретарем ОПЕК, ранее комментировал, что если дело дойдет до такого сценария, то для рынка нефти реализуются самые страшные негативные последствия, потому что ни одна страна в мире не обладает на текущем этапе достаточными свободными производственными мощностями, чтобы компенсировать потерю российской нефти. Я настраиваюсь на еще более активный рост нефтянки и жду, как и ранее, бренд в районе 120 долларов за баррель. Другие инвестидеи. Доллар канадец 1,2796, ждем 1,27 в пятницу, точнее в четверг выйдут данные по роничным продажам. Прогнозы хорошие. Я надеюсь, что этот отчет поддержит курс канадского доллара вкупе с восстановлением рынка нефти. Этого будет достаточно, чтобы 100 пунктов мы еще сделали. Австралийцы против доллара. Обратите внимание на эту валютную пару. Сейчас котировки 0,7088. Я предлагаю в качестве долгосрочной цели взять уровень 0,73-0,74, потому что очень скоро, фактически через две недели, состоится заседание Резервного банка Австралии 7 июня, на котором ставку могут повысить сразу на 0,4-0,5% пунктов. Соответственно, такой шаг к ужесточению монетарной политики непременно должен оказать значительную поддержку австралийскому доллару. Американский фондовый рынок тотальный аутсайдер, я имею в виду все, индексы S&P 3934 пункта. В пятницу мы практически сделали нашу цель. 3,800 у нас были даже долгосрочные ожидания. Минимум, к сожалению, был 3,806. Чуть-чуть не дотянули, но я думаю, что потенциал снижения еще сохраняется. Я почти в этом уверен. Поэтому ждем добоя до указанного значения индексом S&P 500. Если вы торгуете NASDAQ или Dow Jones, также потенциал снижения еще есть, потому что очень сильно, очень больно сейчас бьет по индексам ритейл-сектор своими провальными квартальными релизами, которые указывают на то, что инфляция США негативно отразилась на потребительской активности и, разумеется, снизила прибыли корпоративного сектора. Золото 1854. Пока что, друзья, без сделок не могу точно определить более-менее адекватные цели на дальнейшую перспективу. Заманчивыми сейчас кажутся покупки. Я понимаю, что золото растет. Сейчас пользуется поддержка снижения курса доллара, снижения доходности трежерис. Но Кайман пока не дает однозначных сигналов индекс ранечных настроений покупать или продавать. Давайте подождем еще. Европейская валюта 1,0591. Ждем, разумеется, ниже уровня 1,05. Индекс цен производителей в Германии 33,5%. То есть это именно настолько выросли цены для производителей. Соответственно, стоит ожидать, что издержки производственного сектора будут перекладываться на потребителей. Вырастут значения общего индекса потребительских цен и базовой инфляции. Конечно же, это точно станет подтверждением того, что экономика ЕС оказалась в стахфляции. Я жду, как уже отметил, евро гораздо дешевле ниже текущих значений. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. И до скорых встреч. Всем пока.